Здравствуйте, уважаемый читатель, уважаемый зритель. С вами Леонид Рычков и в этом видеоуроке мы продолжаем рассматривать вопрос как установить блоки контекстной рекламы на своем сайте в сети интернет. И сегодня я расскажу о классном плагине, который называется Quick AdSense и позволяет устанавливать блоки контекстной рекламы буквально в пару кликов. Итак, заходим на Яндекс, в строку поиска вводим Quick AdSense. Вы сейчас видите его на экране, вот я его подчеркну. И после этого нажимаем кнопку найти. Нам необходимо данный плагин скачать и установить на свой блок на движке WordPress. Итак, поисковая выдача нам выдает самый первый сайт. Переходим на него. И здесь версия 1.9. Вы ее должны скачать к себе на локальный компьютер. Затем, после того, как вы это сделаете, переходим в админку. Нажимаем добавить новый. Так, загрузить. Выбираем файл. Так, и вот этот файл плагина в zip-архиве нам необходимо установить. Нажимаем открыть. Так, я этого делать не буду. Он у меня уже установлен. И не забудьте его активировать. Так, я сейчас его активирую из своей админки. Итак, плагин активирован. Все отлично. Теперь идем в параметры. И в параметрах ищем пункт Quick AdSense. Открываем. И мы с вами попадаем в настройки плагина. Здесь все на английском языке. Но не пугайтесь. Я вам расскажу, что зачем следует. И что обозначает. Пойдем немножко с конца. Нас будет интересовать вот этот раздел. Вот у нас есть поля AdSense 1, AdSense 2, AdSense 3 и так далее. То есть вы можете сюда добавить буквально 10 различных кодов вашей контекстной рекламы. В прошлом видео уроке я вам показывал, как настроить объявления. А сегодня я расскажу, что делать с этими объявлениями дальше. Переходим к себе в панель контекстной рекламы. Выбираем мои объявления. И вот сейчас пойдем по порядку. Итак, у меня есть для моего блога первый вариант. Вот я его помечу. Мне необходимо его разместить вверху статьи. Для этого мне необходим код. Выбираем пункт «Получить код». Вот он у нас здесь. Я его копирую. Скопировали. Идем обратно в админку блога. И в AdSense 1 я этот код вставляю. Вот он. Все. Теперь мне нужно заполнить поле AdSense 2. Идем обратно. Так, здесь у меня будет... Ага. После тегомо. Так, то же самое. Я его выделяю. Копирую. Иду обратно. И вставляю в AdSense 2. Есть. Иду обратно в Google AdSense. Так, и теперь мне нужен код в конец поста. Скопировал. И вставил в блок AdSense 3. Итак, у меня сейчас заполнены три блока рекламы. Теперь мне необходимо настроить ее отображение. Я иду в опции. В самый верх. Так, здесь пока мы это с вами пропускаем. И смотрим, что у нас здесь есть. Первые три позиции. Вот я их обведу. Они позволяют устанавливать в начале поста, в середину поста и в конец поста. В принципе, можно ими ограничиться. Однако, данный плагин позволяет получать более расширенные варианты установки модулей рекламы. Дальше. Следующий пункт позволяет установить после тега more, то есть тег, который разбивает страницу, то есть и вводит в заголовки аннотацию. Ну, допустим, первые один или два абзаца в описании. И затем стоит кнопочка «Читать далее» или «Перейти на страницу». Следующий блок. Их здесь целых четыре. Сразу говорю. Если вы его активируете, то есть будет здесь стоять галочка, то вы можете выбирать, после какого параграфа устанавливать тот или иной блок контекстной рекламы. Так, давайте сделаю так. И смотрите. Вплоть до 50-го параграфа, в зависимости от того, насколько большой у вас пост. Ну, если стоит галочка здесь, в этом вот поле, то еще у вас будет после поста публикация этого блока. Так, и всего вы можете сделать четыре вот таких вот... Так, стоп. Три. Выбрать варианта после параграфа. Допустим, после второго, после шестого и после десятого. То есть, после этих параграфов, если они есть, у вас будет реклама публиковаться. Так, и еще есть классная возможность публиковать после изображения. То есть, если у вас в посту есть два, три и более изображений, вы можете выбирать, после какого публиковать блок контекстной рекламы. Так, это удобно. Идем далее. Так, остальные настройки пока мы с вами не трогаем. Вот эту часть. Она нам, в принципе, ни к чему. Так. И вот здесь тоже. Проверьте, чтобы у вас была галочка записи и галочка страницы. В остальных местах нам не надо ничего выводить. Ну, единственное, что вы можете запретить еще виджеты на домашней странице. Так, ну давайте поставим галочку, посмотрим, как это будет выглядеть. Итак, теперь мне необходимо настроить вывод блоков. Я ставлю галочку напротив первого пункта, выбираю в начале поста. У меня блок, вот он здесь настроен, уже код есть. Так, теперь ставлю второй пункт в середине поста. У меня отсенс 2. И последний отсенс 3. То есть, в конце поста. Все, я это сделал. Теперь, чтобы все изменения были активированы, вступили в силу, мне необходимо нажать в самом низу кнопочку «Сохранить изменения». Нажимаем. Так, переходим на наш сайт. Обновляем страницу. Так, и посмотрим. Так, вот, пожалуйста, блок контекстной рекламы вверху. Блок контекстной рекламы в середине. Далее. И блок контекстной рекламы должен появиться внизу. Да, вот он. Вот они все здесь у меня есть. Внизу. В середине. Еще раз давайте посмотрим. И вверху поста. Что и требовалось нам с вами доказать. Все прекрасно, все работает. Замечательно. Итак, уважаемый зритель, в этом видеоуроке мы с вами рассмотрели классный плагин Quick AdSense, который позволяет настроить отображение рекламы на вашем блоге, работающем на движке WordPress. С помощью контекстной рекламы вы можете провести монетизацию своего блога и уже начать зарабатывать первые деньги в сети интернет. С чем я вас и поздравляю. На этом урок подошел к концу. Я желаю вам успехов, высоких доходов от контекстной рекламы. И до встречи в следующих видеоуроках. С вами был Леонид Очков.